Все расходы будут тщательно контролироваться, а на счету у районных властей должен быть не каждый рубль, каждая копейка. То, что этой прописной истиной пренебрегать нельзя, главам районов на заседании правительства напомнил губернатор Вадим Потомский. У вас есть муниципальные предприятия, лично берите их на контроль, смотрите уровень заработных плат руководителей муниципальных предприятий, уровень задолженности за потребленные коммунальные услуги. Зачастую бывает следующая картина, есть долги по теплу, при этом зарплата сопоставима с долгами по теплу. Еще одно поручение руководства к действию для членов правительства. Во всех государственных унитарных предприятиях и всех акционерных обществах, в котором доля участия правительства области в лице самого правительства, в лице департамента имущества от 51 до 100 процентов сформировать советы директоров. Советы директоров возглавить. Та ситуация, которая складывается по бюджету на 2016 год, контроль мы будем усиливать максимально за всем. Потому что у нас есть предприятия с очень высокой заработной платой, руководство этих предприятий, премиальные, достаточно серьезные выплачиваются. Это все берется из тех денег, которые, прошу прощения, мы сегодня ищем. С дополнительными пенсиями нужно разбираться детально, говорит глава области. Провести анализ по выплатам пенсий, дополнительных пенсий с бюджета Орловской области по всем группам, по всем направлениям. Уже есть регион в Центральном федеральном округе, где прокуратура высказала свою претензию, суд поддержал прокуратуру. В результате эти дополнительные пенсии были отменены. Максимальная поддержка желающих работать и строгий контроль, эти приоритеты звучали во время обсуждения плановых вопросов повестки. О перспективах развития сельского хозяйства и мерах помощи фермерам проинформировал зампред Дмитрий Бутусов. Помимо финансовой поддержки, мы считаем, что малые формы хозяйств, никак никто другой, сегодня нуждаются в консультационной помощи. И сегодня департаментом сельского хозяйства начата работа по созданию Центра практического консультирования на базе Орловского ГАУ. Прежде всего, надо следить за тем, куда направляются средства, полученные по грантам победителями, чтобы эти исключительные деньги шли именно на вопросы, за счет чего они эти гранты победителями оказались. Чтобы никуда эти деньги не уходили в каким-то другим направлениям. Удачная перезимовка озимых – один из залогов урожая. Поводов для беспокойства нет, заверил Владимир Каратей. Примерно процентов 60 находится в хорошем состоянии, процентов 37-38 в удовлетворительном состоянии, но 1-2 процента, это вот самые последние были посевы, они все зашли. То есть сегодня никаких опасений нет. Почти 90 миллионов федеральных рублей в этом году было выделено Орловской области для поддержки малого и среднего бизнеса. Сейчас на его долю приходится свыше 40% от числа всех организаций и предприятий региона. Их перспективы по-прежнему зависят от господдержки. Важное направление поддержки малого бизнеса – предоставление гарантий и поручительств. Исполнителем мероприятия является фонд поддержки предпринимательства Орловской области. С начала деятельности фонда предоставлено 337 поручительств на сумму 730 миллионов рублей. Напомним, что по результатам национального рейтинга Орловская область вошла в число регионов с комфортными условиями для бизнеса. Основные принципы дальнейшей инвестиционной политики региона будет определять стратегии «Открытый орел». Цель проста – создание благоприятного инвестиционного климата и комфортных условий для развития бизнеса в муниципальных районах в частности. Ведь речь идет о дополнительных рабочих местах и пополнении бюджета. К примеру, Верховскому району средства жизненно необходимы. Список проблем солидный. Еще одна проблема у нас очень много – это приобретение школьного автобуса для Скоролинской средней школы. Автобус, который у них был, он полностью изношен, списан. На сегодняшний день автобуса у них нет. Дорожная проблема в Верховье в числе первоочередных. По поручению Вадима Потомского район должен поторопиться с проектно-сметной документацией. Чем еще помочь жителям, губернатор оценит лично во время визита в район. Кстати, как сказал глава региона, заседание там будет обязательно проведено. Наталья Пехтерева, Эдуард Чернаускас, Телеканал Первый областной.